До 2024 года еще довольно далеко, но в высших эшелонах власти России уже начали проявляться некие маркеры, которые недоброжелатели за рубежом сочли подготовкой к досрочному транзиту. Кто же будет после Путина? Давайте поразмышляем на эту тему. Сперва в двух словах упомянем про эти самые маркеры, что могут свидетельствовать о начале тектонических сдвигов в Кремле. Во-первых, в конце октября 2020 года президент представил в парламент на рассмотрение законопроект, который бы давал ему и иным бывшим главам государства право стать пожизненным сенатором в Совете Федерации. Вот как это прокомментировал глава профильного комитета Верхней Палаты Павел Крашениников. В Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации после окончания срока своих полномочий, либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. Во-вторых, в начале ноября прошлого года в Госдуму был внесен еще один любопытный законопроект, согласно которому существенно усложняется процедура уголовного преследования бывших президентов. Дело в том, что специальный закон о гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи, уже имеется с 2001 года, и там предусмотрены положения о его иммунитете, а также особом порядке возбуждения уголовных дел. В соответствии с ним инициатором выступает председатель Следственного комитета, однако в новой редакции эта процессуальная фигура просто исчезает. Теперь инициативу в обвинении экс-президента в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления сперва должна поддержать минимум три депутатов Госдумы, затем ее должны одобрить и Верховный, и Конституционный суды, и только потом конечное решение вынесет Совет Федерации. Также из буквального толкования законопроекта следует, что бывшего главу государства нельзя будет привлечь к уголовной ответственности за действия, совершенные им после окончания его президентского срока. В-третьих, в зарубежной прессе начали появляться непроверенные сведения о не самом лучшем состоянии здоровья 68-летнего Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков решительно опроверг эти инсинуации, заявив, «Чушь это полная. У президента все хорошо. Здоровье не обратить внимание на то, как он тщательно избегает приближаться к тем, кто не прошел положенный карантин. В частности, спикер иранского парламента Галибав, который привез в Москву важнейшее предложение о вступлении Исламской Республики в ЕАЭС, не смог встретиться с президентом Путиным из-за особого медицинского протокола, установленного Кремлем. Для этого от него требовалось просидеть на карантине 15 дней. Что ж, здоровье бесценно, и его действительно нужно беречь в наше непростое время». В-четвертых, глава ЛДПР Владимир Жириновский, которого порой называют неофициальным рупором Кремля, в конце 2020-го вдруг разродился целым списком потенциальных претендентов на пост президента. В нем оказались Михаил Мишустин, Сергей Нарышкин, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Алексей Кудрин и даже некий Алексей Дюмин, чье имя едва ли что-то скажет россиянам, не проживающим в Тульской области. Наконец, недавно на тему возможного преемника Путина, туманно высказался калининградский губернатор Антон Алиханов. «Я думаю, что достойных сынов российского народа много. И людей, которые являются активными творческими людьми, которые любят свою родину и будут работать в ее интересах, найдется. И действительно, в нашей стране проживает 146 миллионов человек. Среди них есть немало людей, достигших 35-летнего возраста, постоянно проживающих в России на протяжении последних 10 лет. Но выбирать нам придется из тех, кого предложат. Есть несколько базовых возможных сценариев. Если зарубежные недоброжелатели злостно клевещут относительно здоровья главы государства, он может в 2024 году воспользоваться своим обнулением и пойти еще на один или даже два шестилетних срока. Однако недавние события в дружественной Белоруссии и массовые протесты в самой России показали, что народ немного подустал от несменяемости власти, и люди хотят политических перемен, связывая с ними надежду на социально-экономические улучшения. Не исключено, что после подсчета результатов голосования в нашей стране начнется нечто схожее с белорусскими событиями, но в гораздо более жесткой форме. Миндальничать Демпартия США с Кремлем не станет. С учетом подобных рисков, возможно, стоило бы пойти менее вызывающим путем и провести очередную рокировочку. Владимир Путин мог бы уйти в Госсовет, заодно став пожизненным сенатором, а то и параллельно возглавив Совет Федерации. На место главы государства пошел бы проверенный в деле и неконфликтный технократ, вроде нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина. Это позволило бы сохранить видимость политических перемен в стране. Также вариант с Софедом и Госсоветом является вполне рабочим на случай, если вдруг окажется, что здоровье 68-летнего президента не позволяет ему уже выполнять свои непростые обязанности должным образом.